Актуальная тема Он специально приехал в Бурятию, чтобы отобрать детей на лечение Андрей Александрович, здравствуйте Здравствуйте Вы буквально вчера прилетели Я знаю, что вчера уже 40 консультаций провели, успели, да? Расскажите, что уже удалось, может быть, сделать, кого проконсультировать, кто в основном обращается? Вчера в основном обращались пациенты с тяжелыми нейроортопедическими заболеваниями Большая часть это пациенты с детским церебральным параличом И сопутствующими осложнениями в виде деформации позвоночника Деформации костей и контрактурами в суставах Небольшое количество пациентов с рожденными аномалиями В том числе позвоночного столба И пациенты с системными заболеваниями опорно-двигательного аппарата Насколько тяжелые, серьезные случаи, запущенные, скажем так? Ну, запущенных случаев, наверное, нет Это пациенты, у которых есть это серьезное заболевание, которое требует лечения Часть пациентов уже достаточно давно и активно лечится в ряде реабилитационных центров в России и за рубежом И часть из них уже подошли к тому моменту, когда нужно хирургическим путем устранять развившиеся осложнения Этой нейроортопедической патологии Насколько? Мы дали им направление на лечение И будем ждать в ближайшее время их приезд на хирургическое или восстановительное лечение Ну, вот 60 человек было еще сегодня, да, как я понимаю? Вот сколько из них отправится на лечение? На реабилитационное лечение отправится чуть больше половины Хирургическая коррекция требуется из сегодняшней группы пациентов 10 детям Процент выздоровления, вот какой, не знаю, возможен, да, исходя вот из этих случаев? Это очень сложная тема, потому что сам детский церебральный паралич, как основная часть нейроортопедической патологии Очень гетерогенная группа То есть в эту группу попадают дети с достаточно легкими поражениями Как нервной системы, так и опорно-двигательного аппарата Так и с крайне тяжелыми поражениями, которые, скорее всего, навсегда останутся глубокими инвалидами И некоторые из них даже не смогут научиться не то что стоять, но даже сидеть Если брать такую среднюю, наиболее частую группу, то процент полного выздоровления, конечно, такой термин носить нельзя Потому что все равно это заболевание, которое с человеком на всю жизнь Но наша задача как можно быстро и как можно максимально улучшить качество жизни этих пациентов И избавить их от страданий, обеспечить наиболее комфортные условия обучения, развития И осуществить облегчение ухода за ними для родителей или социальных работников В зависимости от того, где они находятся К самому заболеванию еще вернемся Вот расскажите немного о себе, что заставило вообще прийти в эту профессию, в эту сферу И все-таки немного о клинике Альберта, направлении работы Кто туда может обратиться и как можно обратиться Ну сначала немножко о себе Я захотел быть врачом еще в школе Это произошло достаточно случайно Потому что я из семьи инженеров, у меня никого из родственников нет в медицине Если не считать дедушку, который на фронте был санитарным инструктором В общем, это было достаточно такое спонтанное решение Но осознанно Какой-то случай повлиял, нет? Пожалуй, нет Просто я в какой-то момент понял, что хочу пойти в медицину Это какое-то, видимо, проведение Вот, ну и немного о клинике Сколько вы там уже работаете, да? Какие направления работаете? В клинику Альберта я пришел два с половиной года назад Когда меня пригласили организовывать там спинальную хирургию Я пришел уже в очень известный и очень хорошо оборудованный Организованный центр, который работает Ну, история его начинается фактически с 1883 года Но в настоящее время там была развита очень сильная группа По реабилитационному лечению пациентов, взрослых и детей С различными неврологическими и нейроортопедическими проблемами Кроме того, очень хорошая хирургия пороков развития костей, суставов В верхних конечностях, нижних конечностях Сильно развитое протезирование В том числе началось несколько лет назад эндопротезирование суставов И вот с моим приходом там началась спинальная хирургия То есть хирургия деформации позвоночного столба В центр Альберта могут попасть все жители Российской Федерации Из всех регионов? Из всех регионов на реабилитационное лечение На протезирование или артезирование Изготовление корсетов или разнообразных ортопедических аппаратов И для хирургического лечения пороков развития Деформации костей, суставов Для эндопротезирования взрослых И мы принимаем всех Мы работаем по системе федеральных квот По системе обязательного медицинского страхования И у нас нет никаких ограничений по поступлению А как можно? Можно дистанционно обратиться? Если не приезжать, можно дистанционно? Да, разумеется, как у нас существуют Как очные консультации, так и заочные Можно либо на электронную почту заведующего Любым профильным отделением Либо на электронную почту директора центра Отправлять запросы, которые будут в тот же день Переданы в клинику главному врачу И главный врач распределяет эти А если говорить о стоимости То вот какова будет стоимость Такой консультации дистанционной? Дистанционную консультируем мы бесплатно Мы никаким образом не требуем за это деньги Вот вы сказали, что Обращаются пациенты Из разных регионов России Вот все-таки если По ситуации по регионам То какая она? Различна она или нет? Меняется или нет? Ситуация, вы знаете, что действительно Меняется от региона к региону Это, конечно, зависит от политики Которая проводится в каждом конкретном регионе Медицинскими чиновниками В некоторых регионах Очень хорошо налажена помощь детям С тяжелой патологией нервной системы Опорно-двигательного аппарата Развиты Либо свои реабилитационные центры Либо существуют федеральные центры Которые осуществляют хирургическое лечение Либо пациенты профильные Отправляются без каких-то проблем В лечебные учреждения по всей России Или даже за рубеж В том числе за счет благотворительных средств Для реабилитации При тяжелой патологии В некоторых регионах Существует некий, я так думаю Просто информационный вакуум Пациенты недостаточно информированы О тех возможностях лечения Которые есть в рамках Российской Федерации Врачи, к сожалению, не всегда активно Направляют пациентов Когда становится понятно Что на этом уровне региональном Возможности медицины исчерпаны И необходимо направлять дальше В более узкоспециализированные учреждения Поэтому ситуация по России Немножко меняется Но за последнее время Наверное, благодаря развитию Цифровых технологий Все больше и больше Врачей и пациентов Получают возможность контактировать Друг с другом И этим Как-то обмениваться Да, обмениваться опытом Обмениваться контактами И мы постепенно Я думаю, в ближайшее время Сможем организовать Какую-то общую базу данных Помощи пациентам По профилям Чтобы никто не ждал на местах Несколько лет До того момента Когда его наконец-то направят Или он сам узнает Что можно куда-то поехать И получить так необходимое лечение Все-таки из вашей практики Где, скажем так, ситуация Может быть Более Как-то лучше складывается А где оставляет Жевать лучше По регионам Ну, вы знаете Что тут Я как представитель В данном случае Федерального центра А не Головного учреждения Винздрава Я не могу Достоверную статистику сказать У меня есть только впечатление О том Но это мои впечатления Я думаю, что Наверное, не стоит их озвучивать Просто из вашей практики Хорошо Если говорить вообще о заболевании Да Вот кратко расскажите Как оно развивается Да И почему в последнее время Аномалии становятся Все более чаще Все более Если говорить про детский Церебральный паралич То, как я уже сказал Это такая гетерогенная Очень разнородная группа Пациентов Их роднит Повреждение головного мозга На ранних этапах развития Этого головного мозга Причин может быть Большое количество Это могут быть Различные инфекции В том числе паразитарные Это могут быть Иммунологические повреждения Это может быть Непосредственно травма Головного мозга В том числе В процессе каких-то Травматических родов Либо в результате Обычного падения ребенка Могут быть Кровозлияния в мозг Уже в после В постнатальном периоде После рождения Связаны с различными причинами В том числе С аномалиями развития сосудов Например То есть это очень Большая группа Разнородных причин И в зависимости от того На каком сроке Повреждается головной мозг Клиническая картина Естественно Может существенно Различаться И также Значительно различается Срок выявления заболевания И прогноз его Вот такой вопрос На стадии беременности Можно ли как-то Определить выявить К сожалению нет Только если в случае Когда женщина беременна У нее во время обследования Диагностирована какая-нибудь Например Острая инфекция Которая с большой долей вероятности Может поражать Головной мозг Плода Да, в этом случае Можно говорить о том Что высокий риск Разбития повреждения мозга И которые проявятся После рождения Но нельзя утверждать на 100% Но утверждать на 100% Конечно никогда нельзя Потому что в любом случае Организм человека Способен справиться С большим количеством проблем И мы все-таки Очень сильные существа А вот на какие виды Подразделяется Заболевания Классификация ДЦП Она достаточно несовершенна И поэтому я думаю В рамках Данной передачи Мы Наверное не будем Останавливаться на этом Потому что Очень много предложено Вариантов Классификации И отечественных И зарубежных Но В настоящий момент Наиболее Важно То что касается Качества жизни пациентов То есть деление Уже результатов ДЦП На функциональные классы То есть насколько Как последствия Насколько человек Может управлять Своим телом Манипулировать Предметами На фоне поражения мозга Это и является На мой взгляд Наиболее адекватной Классификацией Но не самого Детского церебрального паралича А функциональных нарушений Которые вызывают Эта болезнь Потому что именно Функциональные нарушения Определяют все проблемы Которые С которыми сталкивается Пациент Так и лица Которые за ним ухаживают Ну вот если на стадии беременности Определить нельзя То после рождения Ребенка Когда могут быть заметны Уже первые признаки Первые признаки Могут быть Не сразу можно ли их заметить Можно заметить Сначала очень грубые Повреждения головного мозга Например пациента Если он рождается С гидроцефалией Например Или рождается С тяжелыми повреждениями В виде кровоизлияний В процессе родов Из-за каких-то инфекций Опять же Или иммунологических конфликтов Это можно увидеть сразу Если повреждение мозга Не столь очевидно И не столь выражено Оно будет проявляться На поздних этапах В виде нарушения Нормальных темпов развития ребенка В виде нарушения Нормальных этапных Овладения этапными двигательными актами И это может занять Несколько месяцев Иногда даже год То есть это достаточно долго Как помочь ребенку Если такой диагноз Вот-вот поставить Если такой диагноз поставили Необходимо Естественно Составить Программу Его реабилитации То есть сначала Необходимо исключить Те факторы Которые Можно устранить Например хирургическим путем Это гидроцефалия Например Если она Растает И видно Что ребенку Становится все хуже и хуже Необходимо производить Шунтирующие операции Например Некоторые причины Можно устранить быстро Если Это поможет И приведет К 100% Это несомненно поможет Это приведет Либо к 100% выздоровлению Либо просто К значительному улучшению ситуации В случае Если Таких явных Устранимых причин Не обнаружить То ребенка Как можно раньше Нужно Начинать реабилитировать То есть Заниматься с ним Постоянной лечебной физкультурой Проводить курсы лечения В стационарных Или в санаторных условиях И вовремя Выявлять И соответственно Лечить Осложнения Которые Возникают В виде Контрактур суставов Деформации костей Деформации позвоночника Вывихов суставов То есть Делать все Вовремя А как-то Предупредить Можно развитие Этого заболевания Не знаю Какая-то профилактика Думаю Что Наверное Это дело Последующих Столетий Потому что Сейчас нет Пациентов С развитием Медицины Несомненно В процессе Когда появилась Возможность Выхаживать Тяжело Недоношенных Детей Детей С тяжелыми Инфекциями Или какими-то Иными заболеваниями У нас появляется Больше шансов Вырастить ребенка С детским Церебральным параличом Потому что Медицина спасает Ранее Пациентов Которые ранее Считались безнадежными Но В данном случае Получается иногда Ценой И полноценности Их Головного мозга А в России Вот Лечение Насколько Эффективно Этого заболевания Насколько Эффективнее Чем не в России Да Вы знаете Подобных исследований Конечно Не проводилось Есть Некий Некий Такой Конфликт Интересов В любом случае Когда речь идет о том Чтобы сравнивать Лечение За рубежом И в России Потому что К сожалению Часто Зарубежные клиники Представлены в России Посредниками Которые Получают На значительный процент За посредничество Поэтому Последние Десятилетия Часто Можно встретить В интернете Или в печатных Изданиях Антирекламу Отечественной Медицины Но Это опять же Случай Конфликт Интересов Эти люди Вынуждены Активно Рекламировать Лечение В зарубежных Клиниках Путем Того Что они Ругают Отечественные Клиники Понятно Что есть Случаи Легкие Есть случаи Тяжелые Иногда Тяжелые Случаи Не поедут Никуда За рубеж Лечиться Потому что Там понимают Все Что это Неперспективно Но пациенты Или родители Могут говорить Что вот У нас здесь Пациента Не лечат А вот Кто-то Более легкий Более легкая Степень Повреждения Там Поехал за рубеж И приехал Вылечился Понимаете То есть Возможен Тоже такой Информационный Поток Который Дезинформирует Пациентов О том Где хорошо Лечиться Где плохо То есть Все зависит От каждого Конкретного Случа В некоторых Случаах Лечение Абсолютно Практически С полным Выздоровлением Может быть Осуществлено Как в России Так и за рубежом За рубежом Это будет дорого А у нас Это возможно Проводить На бесплатном Основании За счет Средств Государства Ну вот Вчера Порядка 40 консультаций Сегодня 60 В общем 100 консультаций Вот Из 100 Сколько Детей На лечение Отправится В клинику В нашу клинику Отправится И я говорил Что где-то Ну наверное Около Половины Этих пациентов При том Что Значительная Часть Этих пациентов Уже Является Клиентами Большого числа Реабилитационных Центров В России Некоторые Активно Ездят В Китай В Европу И в принципе Наверное Можно только Порадоваться За них Потому что Чем больше Ребенок И родители Занимаются С ним Тем Больше Вероятность Того Что будет Получен Положительный Исход И неважно По сути Неважно Где они Лечатся Потому что Главное Чтобы они Делали это Регулярно И адекватно А потом Какой-то Будет Установлен Ну не знаю Контроль Дальше Вот они Приедут Вернутся Да Вот как-то Будете Дальше Сотрудничать С ними Да Обычно Мы всегда Следим За нашими Пациентами Мы Поддерживаем С ними Переписку Регулярно Продолжаем Приглашать К нам На лечение Пациенты Сами Охотно Просятся После того Как уже Побывали В центре Поэтому Да Это такой Путь Длиной Во множество Лет Неблюдаем И лечим Я знаю Что у вас В республику Пригласил Фонд Здоровья Бурятия Вот расскажите Как началось Сотрудничество Да И что уже Может быть Сделано За это Сотрудничество Началось Очень Недавно Фонд Обратился Напрямую В наш Институт И главный Врач Антон Андреевич Поводинский Обратился Получив Это письмо Обратился Ко мне И Предложил Помочь Коллегам Помочь Врачам И Помочь Пациентам В ответ На просьбу Благотворительного Фонда Приехать Сюда В письме Было написано Что в Бурятии Существует Большое число Пациентов С инвалидностью Из-за нейроортопедической Патологии И эти пациенты Хотели бы Чтобы Доктор Из Петербургской Клиники Приехал И посмотрел Вас направили И вы у нас Да Ну вот 15 марта Да Я знаю Вы летаете уже Обратно Будет ли Продолжено Сотрудничество Да И в какой Форме Еще Может быть Мы планируем Продолжать Сотрудничество Естественно Теперь Когда мы Наладили Контакты Вот сегодня Мы ездили В детскую Республиканскую Вольницу Мы планируем Мы планируем Налаживать Контакты В том смысле Что мы усилим Телемедицинские Консультации То есть Мы будем Переписываться С врачами Пациенты Либо напрямую Либо через Представители Благотворительного Фонда Будут связываться С нами Мы будем Отвечать на вопросы И также Создавать План Реабилитационного Лечения Либо К сожалению Проводить И планировать Хирургическую Коррекцию Возникших Осложнений Вот вы Насколько я знаю Первый раз Приезжаете В Бурятию Да Вот какие у вас Впечатления Может быть Где успели Побывать Впечатления Волшебные Мы съездили Вот прямо С самолета Меня отвезли В Иволгинский Дацан Вот Совершенно Волшебное Чарующее место Я очень люблю Горы Я для меня Очень близок Буддизм Как Система взглядов Философских И я был Конечно Просто Впечатлен Теплотой Приема И красотой Этой Земли Буквально Два дня Еще остается Здесь Вот Какие планы Ну пока Вот у меня На оставшиеся Два дня Полностью Расписан Прием пациентов Я даже не знаю Успею Консультации Будет продолжаться Я боюсь Что посещение Датсана Было первым Последним Мероприятием Здесь К сожалению Думаю Что я никуда Не успею А вот для тех Кто может быть Не знает Куда можно Обратиться Куда прийти Расскажите Секретарь Через директор Распределяет Эти Обращения В клинику И мы отвечаем Андрей Александрович Спасибо большое Что пришли к нам Сегодня в студию Спасибо за интересную беседу И напоминаю Что это была программа Актуальная тема На этом все Спасибо До свидания